А в гостях нашей студии сегодня политтехнолог Андрей Патрицын. Здравствуйте. Добрый день. Мы с вами виделись месяц назад в преддверии все-таки голосования по Конституции. Сейчас прошло уже две недели, как это все закончилось, но итоги мы с вами еще не подводили. Надо их подвести так или иначе. Хотелось бы от общего к частному. На ваш взгляд, голосование по поправкам к нашей Конституции в масштабах страны, во-первых, что показало? Ну, на мой взгляд, вообще вся эта акция, она показывает о том, что власть переходит от имитации каких-то демократических либеральных порядков в России к полному их отрицанию. То, что мы не можем оценивать на самом деле результаты голосования, потому что мы их не знаем. Почему? Вот в данном случае, наверное, впервые в новейшей истории мы даже предположить не можем, ну, по регионам, например, какие на самом деле были результаты. То есть, та степень фальсификации и степень вот этих вот уловок, которые были предприняты, то есть, вот это недельное голосование, это эти вот, значит, голосование на дому, на пеньках там, в створе открытых дверей газели и прочее, прочее. То есть, все это настолько полностью дезавуировало вот эти процессы, вот это голосование, что мы не можем сейчас даже сложить себе реальные картины. То есть, вот, если раньше мы, например, могли предполагать, сколько на самом деле за что голосовало, то есть, исходя из каких-то там параметров, там, и фальсификации, и еще каких-то моментов. Сейчас даже вот эти математические модели, которые там анализируют голос, там, многие другие специалисты, которые после выборов смотрят вот эти вот выпадающие точки, вот эти облака голосования и прочее, прочее, даже многие из них в растерянности, и они не могут понять, вот, насколько сфальсифицированы по конкретным там регионам или в целом по стране. Все-таки возражу, почему не можем? Есть 371 участок, на котором работал я, где результаты очень похожи на результаты Москвы и того же Хабаровского края. Все так, в каждом отдельном регионе, в каждом большом городе, ну, в каждом, условно говоря, скоплении избирателей, таком вот, более-менее существенном, есть какие-то выпадающие участки, они были всегда, они были на всех голосованиях, но в этом случае мы не можем проанализировать в целом по стране, в целом по региону, потому что, ну, я говорю, вот, инструментарий фальсификации был так обширен, что теперь уже просто, ну, нужно разводить руками и пытаться понять настроение в стране, ну, через иные механизмы. А почему нельзя результат моего участка считать более-менее модельным? Да, он один. Нет, в том-то и дело, что он один. То есть, с точки зрения математики, статистики, там, социологии и прочих вещей, конечно, необходим более массированный, более такой многочисленный источник вот этих вот предположений. То есть, согласно Силоне Макаренко, которая говорила в день голосования, что у нас, ну, этот участок традиционно показывал... Нет, я категорически не согласен с Силоной Макаренко в том смысле, что она как раз переворачивает все с ног на голову. Она должна задаться вопросом, вернее, не пытаться объяснять, почему только в одном участке или там в двух-трех участках Ленинского района такая история. Она не имеет права предполагать о том, что их должно быть больше на самом деле. То есть, по статистике, по математическим закономерностям вот этих выпадающих участков должно быть существенно больше. Но, к сожалению, Руслан Валеев у нас один. Вот он пришел на этот участок, он получил там тот результат, который, наверное, был на самом деле на этом участке. Если бы было таких там десятки тысяч людей, тогда бы мы, наверное, увидели огромное количество выпадающих участков. Но в данном случае, говорю, вот этот комплекс мероприятий, который был предпринят по всей стране, он дал результат, ну, это отрицательный результат, естественно, с точки зрения там, ну, вот, абсолютно истины, да, но он дал результат тем, кто это все организовывал. А что больше повлияло, возможные фальсификации в день или в неделю голосования или все-таки такая моральная подготовка в виде пропаганды? — Безусловно, это был технологический совершенно процесс, потому что, ну, вот в данной ситуации сейчас в стране вот эта вся пропаганда настолько стремительно теряет свое воздействие, что, ну, вот это просто видно по реакции людей, по их высказываниям, по их, ну, вот, как бы отношению к власти и к Путину лично. То есть здесь пропаганда, наверное, была в меньшей степени уже включена, потому что, и это прекрасно понимали в Кремле, они понимали, что сколько бы Соловьев там, значит, свой помет не металл на всю страну, он уже не работает. Вот настолько, насколько он работал, например, там, в 15-м или 16-м году. У нас тут целый комплекс факторов, у нас закончилось действие вот этот вот анабиоз, в который впала страна после, там, крымских событий, у нас это, значит, обезболивание уже закончилось. У нас навалился экономический кризис, у нас совершенно невнятная позиция руководства страны по вопросу, там, вот этой пандемии и прочих вещей. То есть они прекрасно понимали, что никакая пропаганда, ну, в чистом виде, вот как у нас было принято, вот эта вот военно-полевая пропаганда, там, встаем и в едином порыве, все, идем за Путина, она уже не работает. Соответственно, они сделали ставку исключительно на технологические вещи, на переписывание результатов, на вот эти вот выездные голосования и прочее, прочее, то есть, ну, и это дало результат им тот, который они хотели. Даже иногда больше, вот, например, по Башкирии, тут перевыполнили и так далее. Так это вот как раз второй вопрос, а почему Башкирия настолько себя решила проявить хорошо в этом смысле, да, ну, наверное, в кавычках, что заняла аж третье место по России, уступив лишь Чечне и Тыве по явке, ну, да и по результату за, в принципе, тоже. Я уже несколько раз анализировал эту ситуацию, все-таки схожусь во мнении в том, что это, скорее всего, некая реакция страха у нынешней администрации республики. То есть, козырей мало, достижений нет, нужно что-то явить Кремлю. А, все-таки Кремлю. Конечно, конечно, нет. У нас был один человек, который оценил результаты региональных властей, этот Владимир Владимирович Путин, он давал свою личную оценку, там, очно-заочно, гласно и негласно. Но, конечно же, это попытка прогиба, прогиб получился. Не знаю, засчитан ли он, потому что можно, ну, здесь явно уже трещали позвонки в том смысле, что и Кремль это тоже прекрасно понимал. То есть, Кремль вот эти вопиющие результаты на самом деле были не нужны. То есть, ну, вот там сидит несколько более умная администрация, она понимает, что перебирать здесь тоже нельзя, но перебрали. То есть, если это сходит с рук Чечне, которая считается, ну, вот, комическим в электоральном смысле регионом, то есть, все говорят, ну, понятно, там, ну, 143% запросто, да, то Башкирия до последнего момента все еще не была комическим электоральным регионом. Теперь мы перешли вот в эту вот, ну, на мой взгляд, печальную категорию регионов-клоунов, то есть, которых будут вот показывать всем, и вот как Петрушек, значит, что вот, смотрите, а вот Башкирия, а вот Чечня, а вот Тыва, да. То есть, вот, это вовсе не пример для подражания для других регионов, но мы будем вот в этой вот категории. К сожалению, у нас туда вот эти вот овощи сведения. Хотелось понять, зачем это нужно было нашей администрации в Белом доме, которая, в принципе, тоже не выглядит сильно глупой, да? Там все-таки команда довольно-таки таких, ну, опытных технократов, там, я не знаю, Александр Сидякин, тот же депутат Госдумы, человек с опытом. Зачем это все? Сидякин в одиночестве, там, не глупый человек, на самом деле. Судя по всему, он не принимал, там, самого активного участия в этой операции, и, ну, как ответить на ваш вопрос? Да, да, они глупые люди. То есть, вот, к сожалению, вот, я все больше и больше прихожу к этому выводу, то есть, они не поняли того, что Кремлю вот такой результат не нужен. В нашей студии прозвучала точка зрения, которая пытается объяснить вот эту большую явку и большой результат тем, что таким результатом хотят в будущем делегитимизировать результаты. Ну, нет, это такая достаточно смехотворная теория заговора, ну, вы представьте себе, даже предположите на мгновение, что глава региона, назначенный фактически Путиным, вдруг пытается делегитимизировать решение, которое, ну, сейчас основополагающее для самого Путина. Ну, его даже не то, что судьба Фургала ждет, если вдруг такие подтвердятся, такие предположения, то там, думаю, что это пострашнее. Нет, конечно, нет. Тут я сто процентов не соглашусь с этой версией, это такая уж совсем запредельная теория заговора. Конечно, это все, как говорил Лех Николаевич Толстой, самые поразительные вещи и самые, ну, вот, грандиозные глупости на земле делаются с умным выражением лица. Да, вот это вот конкретно та ситуация, пожалуй, что вот у нас в Башкирии. В связи с этим, кстати, вот Фургал упомянули, конечно, мы перейдем и к нему, и сравним и так далее, но электоральную тему хотелось бы продолжить с тем, что у нас так или иначе осенью состоятся выборы в некоторых муниципалитетах, во многих, кстати говоря, и какое-то движение уже наблюдается, но очень слабое. Вот в этом смысле ждем ли мы от этих выборов сюрпризов, каких-то политических баталий или все-таки пройдет все тихо? Лично я не жду, потому что я понимаю масштаб этих выборов. В Башкирии традиционно вот эти вот промежуточные выборы, там, в сельсоветы, в городские советы небольших городов никогда никаких сюрпризов не преподносили. Думаю, что будет и в этом году так же, ввиду их незначительности, ввиду незначительности тех мандатов, которые разыгрываются условно на этих выборах. То есть, ну вот Руслан Нурдинов, да, он сейчас пытается там вот в своем вот этом вот сельсовете получить этот мандат, не удивлюсь, что он даже его получит, потому что, ну, если он сделает все правильно, если он хорошо поработает со своим вот этим вот очень небольшим электоратом на селе, то я думаю, что у него есть хорошие шансы блокировать вот эти вот фальсификации. Дело в том, что чем дальше в лес, тем глупее партизаны. У нас примерно так. И вот на местах, в местных УИКах и прочих вещах, где региональный ЦИК не придает особого значения результату, ну, такого пристального, чтобы там Илона Макаренко там не висела на проводе, там и прочее, прочее, то вот там случаются такие вещи. У нас был, помните, один сельсовет, где в полном составе футбольная команда выиграла выборы, то есть во главе со своим тренером, который его возглавил, этот сельсовет. То есть такие штуки тоже бывают. Извините. И вот с Русланом Нординовым, ну, если он проявит некую технологическую смекалку, то я думаю, что он выиграет. Я даже как-то подумывал, не помочь ли мне ему там провести эти выборы совершенно безвозмездно. Я готов ему помогать там консультациями, если он нас слышит, то пускай со мной свяжется. То есть, ну, интересный парень, интересная идея на таком вот хорошем региональном таком, скажем, низовом уровне вполне себе может получиться. Ну, вот это максимальные сюрпризы, которые, в принципе, могут быть. Просто есть еще Нефтекамск, там уже Ильнур Салахов является депутатом и, в общем, технологиями этими владеет. Покрыть наблюдением нужно небольшое количество участков. Есть шанс? В принципе, да, есть у Ильнура тоже этот шанс. Есть, если он проявит некую настойчивость. В Нефтекамске вообще складывается уникальная ситуация. Я думаю, что Нефтекамск в ближайший год нам принесет очень интересные сюрпризы. То есть, вот та манера, в которой происходит администрирование этого города, она, конечно, я думаю, в очень обозримом будущем даст, ну, такой настоящий большой кризис внутри города. Это управление городом построено на каких-то совершенно средневековых принципах. То есть, я думаю, что Нефтекамск нас очень порадует. Вы имеете в виду в том числе вот эти вот уже под сотню отказов, да, в согласовании? Да, и в том числе вот это, да. И там много очень подводных течений у Нефтекамска. Я говорю, там сейчас складывается уникальная ситуация. Нефтекамск сам по себе очень уникальный город для Башкирии. Там очень такое активное население, очень оно национальным составом отличается от других городов, крупных городов Башкирии. То есть, в Нефтекамск мы внимательно будем следить за ним. Я думаю, что там будет очень интересное событие. А может ли в масштабах Башкирии происходить что-нибудь интересное? Я имею в виду в сравнении с тем, что мы сейчас наблюдаем в Хабаровском крае. Хабаровский непосредственно. Пока нет. Ну, в Башкирии идет накопление недовольства. Идет оно несколько опережающими темпами. Я уже много раз говорил, что тот негатив, который накопил, скажем, Хамитов за там 6 с лишним лет своего правления, он его накапливал очень неравномерно. И первые там примерно 2-3 года очень был незначительный запас у него вот этого недовольства. Хабаров идет опережающими темпами, он, конечно... Это пока вы вместе работали. Во многом. Ну, нет, это не связано совсем с тем, что я работал тогда с Хамитовым. Я имею в виду, что вот Хабаров здесь опережает по темпам набора негатива внутри населения. Но пока я думаю, что еще у него есть запас где-нибудь 7-8-10 месяцев до момента, когда недовольство им лично начнет проявляться вот совершенно конкретно. А вот вы сейчас чем оперируете? Этот накопленный негатив, он как измеряется? Комментариями в соцсетях или все-таки есть какая-то социология на этот счет? Ну, есть, во-первых, ну, скажем так, интуитивное представление. Во-вторых, есть действительно некий набор аналитики по районам. То есть, вот мы сейчас перешли к тому, что мы сейчас начали анализировать районную ситуацию по Башкирии. То есть, вот я давно это обещал, мы сейчас начали этим заниматься. Есть точки напряжения, то есть, они не всегда связаны напрямую с Хабировым. Иногда посредованно, например, есть очень серьезное недовольство главами, но они назначены Хабировым. Значит, есть недовольство непосредственно невыполненными обещаниями по районам. То есть, ну, там целый спектр вот этих вещей, но они, я повторюсь, они сейчас зреют. То есть, для того, чтобы это начало принимать какой-то выраженный характер, недовольство и протест, для этого нужно, чтобы созрело, ну, достаточное количество людей именно на конкретной территории, да? То есть, вот, в зависимости от... Есть очень малонаселенные районы, там, где вот, ну, действительно, население зачисляется десятками тысяч человек, совсем небольшие, там вот это быстрее происходит. Где-то большие районы с большими городами, там это медленнее. Потом настроение, например, в районе и в городе, то есть, вот, там, районный центр и в самом районе, они тоже иногда разнятся. То есть, там есть такая специфика. А какого рода вот есть невыполненные обещания? То есть, прошло не так много времени. Например, что обещали и не сделали? Ну, Хабиров, как многие, внезапно получившие подобные должности, на первом этапе допустил, ну, все стандартные ошибки, имея в виду прямые обещания. То есть, он приезжает куда-нибудь, говорит, ой, забор там покосился. Я вам сейчас сделаю. С вас, например, там поставили. Ой, да, у вас тут нету клуба, у вас будет клуб. Это вот первая категория вот этих вот промахов, когда пообещал, ну, а потом выяснилось, что в РАИП не включено, денег нет. То есть, при том, что тут даже не столько Хабиров виноват, сколько, наверное, виновата его поспешность и вот эта вот, ну, такая вот некая окрыленность властью в первый момент. То есть, он вначале думал, что он может все, а потом ему объяснили, что, оказывается, нет. Ну, то есть, и вот оно уже набралось количество обещаний, которые, наверное, надо бы исполнять, но нет технической возможности. Это такие совершенно, это, условно говоря, обиды прямого действия, да, то есть, обещал мост, моста нет. Потом, ну, есть еще масса таких вот общих обещаний, да, то есть, догоним-перегоним, там прочее, тоже это вызывает некое раздражение. Потом есть еще очень важный аспект, это национальный аспект, особенно то, что касается северо-запада Башкирии. Там назревает, конечно, некое такое системное недовольство вот этой ситуации с как бы башкиризацией и как бы не башкиризацией вот этими, значит, как их там метко назвали в вашем эфире, национальными, как там эти, ну, агитаторы, которые, в общем, ездят. А, вчерашний термин. Да-да-да, в общем, мне этот термин понравился. Вот это, конечно, тоже вызывает регионально вот в некоторых районах Башкирии недовольство. То есть, недовольство местными властями имеет очень разную природу, очень разные, значит, причины, но оно все начинает концентрироваться, собираться, то есть, и вот в какую-то такую вещь. И, повторюсь, есть еще примерно от там 7 до 10 месяцев, когда это недовольство начнет деятельно выражаться. Хотел бы уточнить момент. Вот вы говорите, нет технической возможности выполнить обещание. Только лишь технической или все-таки финансовой возможности нет? Ну, я не разделяю этих моментов. То есть, технически, конечно, когда Хабиров выезжал на место и видел разрушившийся мост, то, конечно, он не мог произвести там своими двумя глазами экспертизу строения сооружений. Это, конечно, вопрос такой к специалистам. Но имеется, конечно, финансовые возможности. То есть, когда потом выясняется, что в РАИП не включено, денег не выделено, а тут еще у нас и перераспределение бюджета случилось серьезное вот в последние 3-4 месяца, то, конечно, многие обещания остаются невыполненными. Мы начинали об этом говорить как раз с вопроса по поводу Хабаровска и так далее. То есть, если мы имеем в виду, что, как вы говорите, через 8 месяцев недовольство достигнет какого-то определенного предела, то что? Ну, безусловно, оно начнет выражаться. То есть, оно будет выражаться в каких-то действиях. Опасность этой ситуации в том, что, скорее всего, вот это накопление будет каким-то образом совпадать уже временным с готовящимися выборами в Думу 2021 года. То есть, вот это придется администрации Хабирова преодолевать вот эту ситуацию, потому что внутреннее недовольство населения, оно может выразиться на чем угодно. То есть, вот на протестном голосовании, значит, думские выборы, то есть, ну, на зло бабушке отмораживаем уши, да, то есть, мы недовольны местной властью, а за это мы не будем принимать участие вот в тех мероприятиях, которые они нам навязывают, да, там, сходите проголосуйте. Ну, а разве это проблема, судя по тому, что мы сейчас обсуждали по Конституции? Нет, безусловно, с точки зрения технологической, я так понимаю, что власти России теперь, продлив эти выборы, там, они теперь у нас трогневные будут, значит, предприняв все вот эти уловки, они, конечно, готовятся к тому, что не нужно уже будет напрягаться и заставлять людей, там, повергать их к этому голосованию, они и так получат нужный результат. Там, как говорится, и там тоже не дураки сидят, они поняли, что уже не получится. Но есть одна большая опасность, которая у нас, в общем-то, в стране существует с 11-го года, я имею в виду вот эту историю с Болотной, потому что, почему она случилась? Потому что люди, переглянувшись и поговорив друг с другом, поняли, что никто не голосовал. Вот эта опасность сохраняется, если власти, ну, полностью отделят выборы от народа, то есть, и они будут проходить в кабинете у Илона Макаренко на самом деле выборы, то есть, в конечном итоге, к этому можно свести и сэкономить много денег, да, она просто заполнит все протоколы и отправит в Москву. Вот если это так случится, то тогда население будет отделено вообще от какого-либо избирательного права и избирательной возможности, и тут вот могут случиться события, которые, ну, там, в каком-то степени будут повторять Болотную, там, ну, с нашим местным колоритом. Вот насчет могут ли все-таки сомнения, да, у нас ничего подобного не было в истории, то есть... Пока нет, но мы все делаем первый раз. То есть, у нас ведь и впервые Путин продлил себе до бесконечности полномочия, у нас все впервые. То есть, у нас все это происходит первый раз, мы не можем предсказывать на самом деле, то есть, я не берусь утверждать, что там через 8 или через 10 месяцев люди выйдут на улицу, значит, протестовать. Но степень накопления вот этого недовольства, она, да, присутствует. Опять же, говоря о Башкирии сейчас, мы говорим о потенциальном, о возможном протесте там против политики региональной власти. А говоря о Хабаровске, там совершенно другая история. Там народ вышел, защищая местную власть. В чем феномен? Может ли быть у нас такое? Феномен Хабаровска в том, что на самом деле население Хабаровска не совсем вышло за Фургала. Фургал явился триггером вот этого недовольства Москвой. У нас чем дальше Москва, тем больше претензий к Москве, тем меньше ее любят, и тем меньше воспринимают как, ну там, федеральное благо, больше воспринимают как федеральное зло. И, конечно, протест в защиту Фургала, вот такой вот, если можно так сказать, он был в меньшей степени за Фургала. Он был против вот этого произвола. То есть там же с тезисом было как? Не то, что отпустите его, а давайте его будем судить в Хабаровске. Сами разберемся, это наш человек. Вот это да, вот не то, что сами разберемся, а был вот именно протест против того, что приехали какие-то люди, забрали у них губернатора и увезли, не спрашивая никого, не обсуждая это нигде, никак не иллюстрируя, не объясняя зачем. Ну, взяли в наручники и увезли. Плохой он или хороший, это на второй план отходит. Хотя Фургал был феноменально популярен. Это так, действительно. То есть причина этому тоже есть, и там понятно, почему это случилось. Но, скажем, он популярнее Хабирова был, безусловно. Хотя они синхронно практически пришли к власти, то есть вот примерно одинаковый срок пробыли, но он, конечно, там был более популярен, чем Хабиров в Башкирии. Это так. Некоторые называют историю Хабаровска возможным началом чего-то глобального, а кто-то говорит, что история затухнет и все будет как прежде. Вот вы к чему склоняетесь? Я не думаю, что Хабаровск будет источником какой-то глобальной революции, каких-то вот этих вот событий, которые начнут мультиплицироваться после этого по стране, но я думаю, что это очень серьезный знак, пример и сигнал. То есть причем всем сторонам этого процесса, как Кремлю, так и недовольной части населения. То есть люди увидели, что оказывается так можно, и ничего за это никому не будет. Вот это очень важный момент. Власти просто не смогли ничего сделать с этим. Это надо понимать. Ни силовики местные, ни прилетевшие туда силовики из Кавказа тоже ничего толком не смогли сделать. Это очень важный момент, которого Кремль страшно боится. Вот этого примера. То есть это вот как с Майданом в Киеве. То есть когда случился Майдан в Киеве, у нас просто перевернулась вся медийная сфера. То есть на то, чтобы замолчать, очернить. И не дай бог, чтобы население это не восприняло как какой-то возможный modus operandi, то есть способ действия. Соответственно, здесь то же самое. А для Кремля это сигнал о том, что могут произойти вот такие события, когда Кремль будут дезавуировать и предъявлять прямые претензии к ним в рамках целого региона. Вопросы от слушателей уже поступают. Вот один вопрос у нас возвращает к теме Конституции. Почему вы на своем YouTube-канале в открытой политике ничего не рассказали про результаты участка Валиева 371-го? Я, по-моему, упоминал. Ну, извините, если я этого не сделал. Я попытаюсь это рассказать еще раз. Ну, я в целом анализировал результаты, то есть мне казалось, что этого достаточно. И я каждый день получаю много всяких корректирующих указаний от наших зрителей, то есть что мы должны показать, кому мы что должны рассказать, я стараюсь следовать. Так, значит, получается, следующий вопрос от наших слушателей. До этого напомню номер для ваших смс-сообщений, плюс 7-927-304-10-51. Ну, давайте тему начнем, а потом мы ее продолжим уже после перерыва. Транспортная реформа в республике, вот два вопроса на эту тему сразу пришли. На ваш взгляд, она как-то двигается? На мой взгляд, она близка к провалу. То есть то, что называли транспортной реформой, выразилось в покупку устаревших автобусов с обрезанными ремнями кондиционеров, выразилось в установку неработающих вот этих умных остановок, которые никому не нужны, как выяснилось, и все. То есть вот и вся транспортная реформа. То есть не было никакого научного подхода, не было анализа, не было перестройки маршрутной сети, помимо там перераспределения активов между перевозчиками. То есть, на мой взгляд, транспортная реформа зашла в тупик, и, скорее всего, у нас она... Расшифруем эти моменты после перерыва. Я напомню, что в гостях в студии политтехнолог Андрей Пателицын. Продолжаем программу персонально в вашем прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. Вместе со мной в студии политтехнолог Андрей Пателицын. Номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграме плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один. Задались мы вопросом транспортной реформы. Вы сказали, что, в принципе, ее как таковой нет. Начали приводить примеры. И хотелось бы все-таки понять, вот вы назвали информацию о том, что якобы срезаются ремни с кондиционеров. Это откуда такие данные? Ну, это вот данные, которые приводил паблик общественного транспорта в Уфе. То есть Олегу Арефьеву. Я в целом доверяю его данным и его информации, что это делается по простой причине. Надо экономить бензин. А на каком уровне решение принимается, на ваш взгляд? То есть в гараже начальник колонны решает? Я думаю, да, что руководство непосредственно предприятия смотрит вот эту степень экономии. То есть сколько можно сэкономить в день на неработающем кондиционере, какой объем топлива там будет сэкономлен. Экономить зачем? Чтобы завтра все-таки можно было выехать и обеспечить людей транспортом или чтобы украсть деньги на сэкономленном топливе? Этот вопрос без ответа. То есть я не знаю, куда они делают это сэкономленное. Дело в том, что, скорее всего, занижены нормативы. То есть если бы у них был такой нормальный здравый норматив и была бы рентабельность между выручками и затратами, то, конечно, люди бы не экономили на этом. То есть они заложники своего положения, по сути, в гараже? По тому счету, да. Потому что сам Башавтотранс, он вообще всегда был заложником и политических игр, и какой-то совершенно нездоровой экономической концепции, которая всегда закладывалась Башавтотранс при любом руководстве. И, соответственно, у них нет шансов стать там процветающим и рентабельным предприятием. Они без конца будут там выворачиваться, что-то там где-то просить и так далее, пользоваться вот этой устаревшей техникой. Ну, в общем, не знаю. Пока я не вижу просвета в этой истории. Смотрите, это вот такая вещь, которая на поверхности, да, ее видят, скажем так, жители республики, жители Уфы. А Ради Хавьеров публично не раз заявлял, что мы эту историю дожмем, да, практически цитирую, наверное, сейчас я его. Ну да. Вот. И, в общем, наверное, в его интересах действительно добиться чего-то, но действительно не получается. В чем проблема? Нет, проблема в том, что они не умеют. Это первое. Да. То есть тут вопрос компетенции. То есть те, кто этим занимаются, не должны этим заниматься. Так поменяли голову Госкомтранса уже. Новый человек пришел. Наверное, для того, чтобы что-то изменилось? Я пока воздержусь от комментариев по поводу Морзаева в том смысле, что, ну, конечно, профессионально он абсолютно человек, не причастный к транспорту, так как никогда этим не занимался. Это понятно. Ну, бывают как бы самородки и таланты. Уповать на это, конечно, не стоит, безусловно. Но я имею в виду в том, что вся система взаимодействия между государственным и Башавтотрансом, бюджетом и всеми прочими вещами, она выстроена неверно. То есть плюс вот это вот ужасающее, разрушающее действие вот этой Алги, вот этих вот финансовых инструментов и институтов, которые встроены вот в эту платежную систему, там все это в разные стороны растаскивает и выручку, и динамика поступления денег на счета предприятий, перевозчиков, значит, и так далее, и так далее. Ну, и повторюсь, им уйти от пожинания плодов не получится, потому что действительно население видит просто, условно говоря, от обочины видит, насколько работает или не работает транспорт. Недовольство колоссальное тем, что переполненные автобусы в условиях, там, пандемия, это особенно бросается в глаза, значит, автобусы ходят неритмично, количество их недостаточно, там, и так далее, и так далее. Некоторые маршруты сняты, некоторые зачем-то введены, которые не очень работают. То есть, все это вкупе, конечно, ну, вот восторга по поводу изменений в транспортной сфере в Башкирии не наблюдается от слова совсем. То есть, я и потому, я подхожу к выводу о том, что транспортная реформа либо буксует, либо она идет не тем путем и в конечном итоге превратится в какую-то катастрофу. А есть какая-то сфера, где более или менее, или может быть, вообще все хорошо? Очень хорошо у нас с презентациями, значит, форумами, возможно, с салютами у нас очень здорово в Уфе. Значит, потом у нас очень хорошо с фонтанами в Башкирии. Мы на первом месте в ПФО по вводу фонтанов, значит, на душу населения. Ну, не знаю, вот люди сегодня в Фейсбуке Ознакаева показывают поселок из Татарстана, там фонтан не хуже, а то и лучше, чем наши журналы. Не надо нам на эту агитацию, за Татарстан, нет, у нас, мы действительно в ПФО на первом месте по количеству фонтанов на душу населения, введенных в последний год. Вот так вот. Ну, давайте тогда усложнять критерии, да, или в последние, например, две недели мы даже на первом месте в Российской Федерации. То есть, можно же вот так манипулировать достижениями, да? То есть, открыли фонтан, и мы целый день первые в России по количеству фонтанов, да? Ну, и так далее. Ну, я шучу, конечно, отчасти, но, честно говоря, каких-то особых прорывов, особых достижений от администрации Хабирова и его вот этой так называемой управленческой команды я не наблюдаю. Вот. Если кто-то их видит, ну, вот напишите, сообщите действительно. То есть, очень часто ко мне обращаются с вопросом, а почему вот вы не говорите о наших достижениях? Вот вы не видите, Андрей Сергеевич, а Владимир Путин видит. Он сказал, что мы уже догоняем Татарстан, и спросил, когда же мы догоним. Нет, он не сказал, что мы догоняем, он спросил, когда же мы догоним. Но он же, имея в виду, что вот процесс пошел, значит, мы догонять начали уже. Процесс, да. Ну, в том-то и дело. Мы, например, Америку догоняем еще со времен Хрущева, да, ведь? И все время обязуемся это сделать. Вот буквально вот-вот ее пытаемся догнать, и мы ее догоняем, да? То есть, мы движемся, например, в том же направлении, иногда, правда, там, виляя хвостом. То есть, это же тоже своего рода демагогия, то есть, догоняем. Ну, а когда догоним? Через 200 лет? Ну, как вот метко заметил господин Арефьев, мы наступили на тапочки Татарстана, которые он сбросил 20 лет назад, да? А нам показалось, что мы наступили ему на пятки. Нет, конечно. Конечно, нет. Тогда еще немножко политическую повестку нашей республики хотелось бы обсудить вот в каком смысле. Партия Роста, скажем так, ну, не скажу, реанимировалась, но о себе заявила, проведя на этой неделе конференцию, где я был даже, понаблюдал присутствующих людей, там было предприниматели, человек 60-70, со всех, ну, не со всех, с разных районов республики они были, выглядели очень прилично. И, в общем, партия намерена, я так понимаю, как-то работать, действовать, чего она не делала в последние годы в республике. Это что за история? Почему она возникла, на ваш взгляд? Кому это выгодно? К чему это приведет? Ну, с одной стороны, это, возможно, уже начавшаяся подготовка к выборам в Госдуму. Я думаю, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться неким разнообразием кандидатов. То есть, Кремль понимает, что, ну, выдвигать на передний план, вот, монопартийную систему делать, вот, там, вот, Единая Россия, там, 90% и 10%, там, все остальные, наверное, уже нецелесообразно с точки зрения раздражения населения. Ну, вот такая вот совершенно непонятная, аморфная, нейтральная партия, значит, вот эта вот, партия роста, да? То есть, однажды она уже родилась и умерла, сейчас она восстала из пепла, как бы, по крайней мере, об этом заявлено. Ну, я не могу прогнозировать ее успехов, то есть, насколько она будет в состоянии, там, правильно позиционироваться, выдвигать своих кандидатов. Ну, знаете, там вот замечены деятельные и довольно-таки толковые предприниматели, в частности, гендиректор сети Формленд Кальметьева. Да, мы с ней даже знакомы немножко. Она, безусловно, очень талантливый бизнесмен и очень результативный бизнесмен. Это компания, пожалуй, одна из лучших в Башкирии, которая добилась серьезных финансовых и экономических результатов. Но давайте помнить о том, что не всякий бизнесмен – это политика, не всякий политик – это бизнесмен, и это хорошо, на самом деле. Каждый должен заниматься своим делом. И создавать вот эти тематические партии, ну, можно только тогда, когда, пускай у руководства, там, регионального отделения или федерального отделения, то есть, вот Титов тоже талантливый бизнесмен, очень клевое вино делает. Вот. Но всегда у партии такого рода, вот этой вот специфической особой партии по интересам, должен быть какой-то политический костяк, по-настоящему занимающийся политикой. Потому что, значит, мадам Кальметьева, да, фамилию, она, ну, не сможет заниматься по-настоящему полноценной политикой. У нее должна быть… Нет, она может быть лицом отделения, но у нее должна быть какая-то политическая подоплека, под ней должен быть какой-то аппарат. На имя политтехнологов. Да, политтехнологи, люди, которые занимаются по-настоящему, знают ситуацию в политике, значит, и так далее. А потом еще очень важный момент для таких партий – это степень их смелости. То есть, сможет ли партия Роста противопоставлять себя, например, партии власти? По-настоящему, политически, в здоровом смысле не поджигать отделение «Единой России», а именно полемизировать с ней на выборных площадках и так далее. Наберется ли она смелости заявить, например, о том, что именно под руководством партии «Единая Россия» мы пришли вот к этому глобальному фундаментальному кризису экономики, что политическая и экономическая концепция партии «Единой России» неверна, и мы предлагаем, например, вот то-то, то-то. Смогут ли они набраться такой смелости? Или это будет симулякор, которому там позволят что-нибудь сказать, но не более? Вот в этом все дело. А это надо обществу? Вообще запрос есть, нет? Я опять же возвращаюсь к результатам голосования в Конституции, где даже на моем участке 65 проголосовали за, согласившись с обнулением де-факто. В обществе колоссальный запрос на справедливость, на перемены и на разнообразие. И, конечно, этим воспользовавшись, можно найти какую-то нишу там и для вот этих тематических партий, безусловно, и каких-то движений. Огромный запрос на разнообразие, потому что вот эта вот однообразная монотонная картинка последних 20 лет, она уже утомила людей. Есть просто инстинктивный запрос на перемены, на разнообразие. Почему вот это вот падение рейтинга Путина? Не потому, что люди вдруг разлюбили Путина, а он просто им надоел. То есть это свойство человеческой натуры, в том числе и свойство политического существования общества и отдельно взятых членов этого общества. То есть это я отвечаю на ваш вопрос, есть ли шансы у любой другой партии, которая сейчас появится. Шансы есть. Вопрос, как это будет реализовываться, насколько это будет технологически, политически верно реализовываться, насколько они будут связаны или не связаны с властью действующей, насколько они смогут идти поперек мнения партии власти и власти в регионе. Вот в этом все вопросы. А вот с учетом того, мы опять-таки обсуждали же, как все технологически обставлено было по Конституции, а разве есть смысл набирать политические очки у населения, если сама процедура голосования остается вот такой, какая она есть? В любом случае, сейчас структура власти и система власти в России находятся в стадии начала распада. Значит, будут появляться какие-то трещины, возможности, какие-то упущения с ее стороны. Конечно, да, будут появляться шансы, то есть, опускать руки и не бороться дальше внутри политической системы нельзя. Но для этого должно быть четкое желание и понимание того, как это делается. С одной стороны, политическая система в стране действительно давнишняя, скажем, да, ну, может быть, она в стадии распада, не знаю. Ну, а в республике нашей все-таки политическая система в некотором роде новая, да, управленческая команда, которую мы сегодня упоминали, она только-только сформировалась и совсем недавно перестали происходить кадровые изменения. В разных ли, скажем так, стадиях жизненного развития находится вот наша система в республике и в Москве? Я сейчас скажу поразительную вещь. На самом деле, вы даже не представляете, насколько у нас в республике старая система власти. То есть, вот эта попытка реинкарнации системы власти, которая существовала при Муртазе-Рахимове, то, что мы сейчас наблюдаем в Башкирии. То есть, Хабиров, очевидно, создает систему власти, единственную систему власти в Башкирии, которую он знает и видел. Он ее инстинктивно воссоздает. Конечно, там, с учетом некоторых изменений, а иногда и не учитывая то, как изменилось общество, как изменилась ситуация в стране. То есть, иногда вот эти вот его такие глобальные промахи в этом смысле, они истолковываются именно этим. То есть, он инстинктивно... Каковы основные признаки этой самой системы власти? Ну, во-первых, клановость. То есть, это было очень таким характерным признаком для Рахимова, и это является характерным признаком для команды Хабирова. Во-вторых, ну, попытка, или даже уже не попытка, но эксплуатация национальной тематики. Увязка с крупными промышленными группами. То есть, все вот это тоже характерно для режима Рахимова, и это же в определенном смысле воспроизводит Хабиров. Промышленные группы упомянули, поэтому должен спросить о информации, которая начала публиковаться даже в федеральных СМИ по поводу наших шаханов, точнее, Бреска. Да, то есть, Лент.ру опубликовала целое расследование по поводу бенефициаров этой компании. С чем это может быть связано? Что происходит? Вопреки версии господина Мурзагула о том, что это борьба между какими-то производственными группами, вот он приплел туда Султанова, я обвиняю в том, что Султанов пытается захватить БСК. На самом деле, в моем представлении, это не совсем так. Я думаю, что так как БСК было всегда смутной организацией, с непонятными собственниками, они постоянно там мигрировали из одного офшора в другой, там меняли форму предприятия, там юридическую форму сливались и разделялись. И сейчас они тоже, значит, вот у них идет некая диверсификация их бизнеса. Ввиду этого я прихожу к выводу о том, что это на самом деле некое такое общее имущество каких-то совершенно других людей. То есть, может быть, это дает какой-то теории заговора, но те люди, которые номинально считались собственниками БСК, они никогда на самом деле не были собственниками по-настоящему, им просто дали поддержать на определенных условиях. И, на мой взгляд, сейчас происходит некий процесс смены вот этих людей, теперь дадут другим поддержать. Возможно, ну каким, извините, это не ко мне вопрос, да? То есть, возможно, что, ну вот где-то там, где на самом деле управляют этой ситуацией, потому что БСК, Норильский Никель, еще несколько крупных предприятий являются огромными дойными коровами, которые, ну, вот приносят колоссальные прибыли, они пользуются определенными преференциями на федеральном уровне, и в том числе преференциями, связанными там с экспортом и прочими вещами, значит, и приносят огромные деньги. Соответственно, у меня есть предположение о том, что перераспределяется собственность. Вот эта вот статья, она была именно, ну вот, как бы такой пробный шар и иллюстрация там негативности этого всего, а потом пойдут процессы, например, по смене этих собственников. Не знаю, когда это будет происходить и произойдет ли вот в реальности, потому что сейчас, ну, у нас все меняется прямо онлайн. Активность защитников Шахана Куштау, понятно, была на низком, скажем так, режиме, да, пока у нас был коронавирус. Они вновь вышли на флешмоб. На ваш взгляд, почему это все, во-первых, удается сделать, да, то есть нет никаких жестких мер, как это, например, в Москве происходит против тех, кто выходит на улицу, и насколько возможны какие-то позитивные сдвиги благодаря этой протестной активности? Ну, если протест будет структурирован и пойдет верным путем с точки зрения, значит, ну, стратегии и тактики, то, да, конечно, результат возможен. То есть, потом, почему нету репрессий и нету вот такого прямого воздействия, ну, во-первых, они есть, потому что, ну, уже полиция ходила там к тем, кто провел вот предыдущий, предпоследний, значит, флешмоб, но, с другой стороны, есть версия, и я ее отчасти разделяю, о том, что Хабиров и его администрация понимают опасность вот этой ситуации и оставляют себе возможность где-то там поменять свою точку зрения, там, перейти на сторону противника, условно говоря, да, пока этого не происходит, но они, видимо, оставляют за собой такую возможность. Не знаю, очень такая сейчас патовая ситуация. У нас очень, у Хабирова вообще много патовых ситуаций, у него там вот Миловский парк патовая ситуация, у него Шиханы патовые ситуации, значит, и так далее, значит, ну, видимо, такова сущность его управления. А в Миловском парке патовая почему? Там, по сути, нужны деньги? Нет, имеется в виду в патовой с точки зрения взаимодействия. Люди уже месяц сидят, никакой реакции, никакого взаимодействия, никакого ответа. Значит, вот, ну, так вот, все, тишина. То есть, это вот, я называю вот это патом. Но это, может быть, это не только пат, но и Цуцванг, то есть, в том смысле, что что бы ни сделал, сделаешь себе в минус, да? Может быть, и так, ну, посмотрим. По мечети Ар-Рахим, кстати, не такая же ситуация? Тоже примерно то же самое. Возились-возились, не довозились, не договорились, пока бросили. То есть, ну, там попытки были нормализовать ситуацию, структуру, но не смогли добиться результата, не смогли договориться, не увидели тех возможностей, которые существовали, и тех, как бы, ну, там, предложений о помощи, которые звучали в этом вопросе, опять зашли в тупик, затихарились, тишина. Но результатов-то нет, и вот население это видит по многим вопросам, когда вот за что-то взялись с шумом, с гаммом, потом раз, спустили на тормозах. Вот помните бизнес-центр, который на... Салават Виллаева. Салават Виллаева, его отказались покупать, решили купить бизнес-центр, который находится вот на Фронзе, да? Так. А ведь не купили. Ага. И вот сейчас об этом замолчали, и старательно замолчивает эту ситуацию. Кричали, шумели, мы там сейчас технопарк откроем, там что-то еще. Центр поддержки бизнеса. А ведь не купили. Ага. И вот это одна интересная тема, которой я сейчас вот как бы и занимаюсь. Там очень много интересных моментов. Нет-нет-нет, там дело совсем не в этом. А в чем? Ну, потом, позже расскажу. Это интрига, да. Следите ли вы за теми фильмами, расследованиями, да, можно уж так сказать, некоторыми, которые опубликует Уфимский штаб Навального? Слежу, последний раз смеялся. Вот по поводу шин, колес, это настолько уже некое отставание в развитии. То есть, ну, об иномарках чиновников и их тратах на эти вещи говорили, ну, было модно говорить лет, там, 5-7 назад. Ну, знаете, ну, как бы, может быть, молодой человек, который не помнит, он сейчас увидел и охнул. Ну, да, нет, я к тому, что это не очень, на самом деле, качественная история по поводу вот этих автомобилей и колес. Я не в смысле в защиту Хабирова. Меня, кстати говоря, поразило то, что он ездит на бронированном Мерседесе, и у него колеса там по 250 тысяч за штуку. Ну, вот эта вот некая фобия у Хабирова, она, кстати говоря, выражена. То есть, обилие охраны... Нет, нет, Хамитов ходил без охраны, то есть, один-два сопровождающих у него были. То есть, у Хабирова, даже когда приехал в Башкирию еще, там, ни в каком статусе, помните, вот самые первые дни, он уже ходил, окруженный вот этими вот товарищами. И он и по Красногорску так ходил. То есть, это вот очень странное его свойство. Ну, наверное, есть чего бояться. Вот, но, да, бронированный Мерседес, это, конечно, перебор. То есть, вот совсем, зачем ему? А одинаковые номера? Ну, одинаковые номера, это ведь тоже от Бабая. Ведь Рахимов ездил на этой соточке, они, эта соточка стояла у него на всех машинах. То есть, это вот еще раз в копилку того, что Хабиров в определенном смысле имитирует Рахимова. Это сознательная, как бы, политика, или это вот происходит вот волей-неволей? А он другого не видел просто. Ну, как, в Москве столько лет работал. К сожалению, вот московский опыт у него не очень прослеживается. Вот я тоже рассчитывал на то, что Хабиров в Москве набрался, ну, существенного, конструктивного, настоящего опыта, такого федерального управления. То есть, не просто регионом, а там, всей страной. Похоже, что нет. Почему? Ну, может быть, все-таки рано делать выводы. Сейчас вот просто коронавирус пришел. А, ну, два года, это немного, да, 20 сам раз, да? Ну, два будет в октябре, из них полгода, вот, никуда, это коронавирус. Как-то никуда. Да, ну, нет, ну, ведь и в условиях коронавируса мы можем давать оценку действия властям, они же там действовали, предпринимали какие-то усилия, почему нет? Это не в ноль. Вот просто если верить, опять же, вот тому же самому эфиру с Путиным, мы вышли на девятое место по инвестиционной привлекательности. Это разве не достижение? Это достижение, но оно так же вот формально и так же фейково, как и другие. Инвестиции 2019 года на 21% меньше, чем инвестиции 2016 года. Инвестиции 2019 года в республике Башкортостан в 2,5 раза меньше, чем инвестиции 2008 года. То есть, смотришь, что с чем сравнивать. Если с Алтайским краем, то мы вообще Калифорния, понимаете? Да, ну, 8-й год, ладно, это совершенно прошлая жизнь. А, какая разница? Нет, вопрос... 16-й год после саммита, что с БРИКС, там был эффект, а тут вот ниоткуда вообще в условиях. Что значит ниоткуда? Ну, и сравнивать... Ну, то есть, это ведь не абсолютные показатели. А потом, инвестиционная привлекательность и инвестиции, это немножко разные вещи. Понимаете? То есть, не на каждой красивой девушке вы женитесь. Она привлекательная, но вовсе не обязательно ваша следующая жена. В правительстве за вот эту часть отвечает первый вице-премьер Андрей Назаров, де-факто премьер-министр. Получается, это у него не совсем все получается в этом смысле? Нет, конечно, нельзя тут относить это к его, значит, упущениям. Назаров упорно занимается привлечением инвестиций, тут я отдаю ему должное, то есть, и он знает, как это делать. Ну, он технически знает, как это делать. Я говорю о том, что не надо бежать впереди паровоза и начинать хвастаться тем, чего не было, или тем, что еще не случилось. Вот это был такой больной момент Хамитова. Он всегда заявлял о том, что так, мы договорились, мы строим новый завод. Вот корейцы, турки, значит, немцы, китайцы. У нас, если бы каждое объявление Хамитова было правдой, то у нас бы здесь вообще бы небо не видно было от труб вот этих заводов и всевозможных производств. Он смог построить только один кроношпан, и то с этим там Тажетинов его жестоко обманул, значит, с этим кроношпаном. То есть, вот это поспешное заявление, вот от нее нужно воздерживаться. Сделали, показали. Вот это самый крутой путь на самом деле, и он очень убедительный. Смотрите, мы построили завод. А не смотрите, мы собираемся, мы договорились, мы, наверное, может быть, когда-нибудь тут чего-нибудь построим. Вот это некрасиво, и это очень девальвирует власть. То есть, вот одно, два, три, четыре таких заявлений, и все. Потом начинается, а, ну да, мы слышали. Вот так было с Хамитовым. Вот это очень опасный момент. Это мой бесплатный совет Радио Фаридовичу. Ну, есть ли все-таки какие-то шансы хоть чего-то добиться, я не знаю, в обозримом будущем? Конечно, есть. Шансы есть у всех, на самом деле. И если будет внятно взвешенная экономическая политика, мне нравятся некоторые тезисы Назарова, несмотря на то, что меня тут бесконечно обвиняют в том, что я его пиарщик и так далее. Я не пиарщик Назарова, но с точки зрения здравого смысла мне нравятся некоторые его заявления, они трезвые. То есть о приоритетах бизнеса, о снятии неких ограничений, о снижении давления. Но дойдет ли это до дела, вот будем посмотреть. Теоретически он мыслит очень правильно. А воплотятся ли его некоторые тезисы в практику? Посмотрим. Вот на последнем как раз форуме я часть выступления слушал его, как раз они с Радиом Хабировым были в президиуме, заговорили о неком НЭПе. То есть аналог НЭПа должен у нас в республике быть для того, чтобы все это дело пошло. Это разве не позитив? Это такое неординарное мысление. Человек, конечно, высказывает весьма неожиданную мысль. Конечно же, это невозможно в рамках одного региона, если это не будет каким-то там экономическим экспериментом. Но в целом он мыслит конструктивно. Он понимает, что бизнес действительно это панацея, это спасение для экономики. Но у нас этого не понимает федеральное правительство. Концепция России об укроплении государственного присутствия в экономике, она вот губительна для экономики. Но Татарстан ведь за последние годы умудрился, несмотря на федеральную линию, добиться своих результатов на месте. Да, он смог. Ну вот это вот пример вот этого лавирования между федеральной и региональной концепцией. Может быть, где-то не надо ее выпячивать, не надо там заявлять, чтобы по шапке не хлопнули и так далее. То есть, ну, есть много рецептов, и они на самом деле не секретны, они даже в некоторых учебниках есть, как поднимать экономику из кризиса. Вопрос желания и способности это делать. Это больные, это сложные процессы, их будет трудно делать. А, ну, большая часть команды Хабирова не способна вообще к системной работе, ну, к решению крупных задач. Соответственно, вот в этом я вижу большую проблему. Вот хотелось бы в оставшееся время все-таки понять, какую часть команды вы считаете в этом смысле бесполезной, да, или даже вредной. Это какие-то министры конкретные? Да, нет, я просто, я знаю, по моим оценкам, есть определенное количество людей, которые недееспособны. То есть, они не способны к серьезным системным изменениям и так далее. То есть, это касается Министерства ЖКХ, это касается Министерства труда, социальной политики, защиты там семьи. Это еще несколько министерств, где у нас вот намечаются серьезные провалы. У нас провален нацпроект «Демография и образование», и это уже факт. То есть, я не знаю, какая будет реакция из Кремля, но я знаю, что в Кремле очень внимательно следят за реализацией этих проектов в регионах. У нас, на самом деле, на грани провала несколько нацпроектов по Башкирии, и вот это будет характеризовать работу конкретных министерств. Будут ли предприняты кадровые решения? Я надеюсь, что да. Потому что иначе мы вообще куда-нибудь провалимся. По поводу Минздрава хотелось бы ваше мнение. Это хаос. Минздрав – это хаос Башкирии. То есть, я уже устал говорить о забелине, то есть, я понимаю, что он человек подневольный, и ему что-то откуда-то там говорят, но то, что происходит в Башкирии в области здравоохранения – это ужас и кошмар. То есть, цифрам официальной статистики, я так понимаю, вы не верите? Уже давно. И не только я, а подавляющее большинство населения. Просто уже кто-то с иронией, кто-то со злостью, кто-то с раздражением. Дельта между статистикой и реальностью, на ваш взгляд, она как-то вот стабильно большая или стабильно маленькая? Она растет, она растет, к сожалению. То есть, реальность начинает уже все больше и больше отрываться от этой официальной статистики, и скоро это станет очевидным для всех. А если действительно ситуация с эпидемией ухвчится, мы, получается, и в экономике получим дополнительные? Да, конечно, да, конечно. Вот эта попытка лавировать между эпидемией и запретами, связанными с эпидемией и прочие-прочие вещи, я понимаю, что это мучительно страшная игра, в которую сейчас играет наше правительство. Но на фоне вранья и недостоверности информации, единственное, на что я надеюсь, что они хотя бы знают для себя, для служебного пользования реальную картину. Может быть, на это можно надеяться. Но то, что они не говорят людям, и то, что они вводят в заблуждение людей, напрямую нарушая, кстати, закон, который принят Госдумой, то есть я вообще сторонник того, что нужно начать расследование на уровне следствия и правоохранительных органов по поводу подачи вот этой недостоверной информации. Ну что ж, спасибо вам большое. Будем заканчивать. Эфир заканчивается. И спасибо всем, кто был сегодня с нами. Напомню, что в гостем студии программы «Персонально ваш» был политехнолог Андрей Пателицын. Меня зовут Руслан Валиев. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok